В погребе какой-то шум. Жизнь, к большому несчастью, не полюбила меня, с самого начала устраивала испытания и из-за этого мне пришлось забыть о детских прелестях и повзрослеть раньше, чем это обычно бывает у всех остальных. Когда мне было около девяти лет, а моему младшему брату около двух, органы опеки отобрали нас у матери, которая после гибели отца сильно запила, из-за чего все деньги шли от государства ей, как матери-одиночки. Уходили на алкоголь, из-за чего дома могло не быть еды по несколько дней. Но она нас не била, когда трезвая была, то даже как-то пыталась с нами проводить время, но такое происходило крайне редко. И вот спустя год такой жизни, об этом всем узнали органы опеки и забрали нас у единственного, как я думал, родного человека. В детском доме было неплохо, дети хорошие, да и воспитатели тоже. Там мы пробыли где-то дней пять, а затем нас забрала бабуля, мама моего отца. Она приехала, как только смогла, и слезно стала обнимать нас, ругая себя за то, что не додумалась увезти еще тогда, когда мать сильнее стала напиваться. Так проходили дни, затем недели, месяцы и годы. Я рос, братишка тоже, бабушка и дедушка заменили нам родителей, подняли на ноги. Устроили и в школу, и уже после нее в колледж. Братишку в сад, а затем и в школу. Все было в принципе нормально. Хоть и заметно, что для стариков мы все же какая-никакая, но обуза, и от этого становилось грустно. В 17 лет я уже пошел работать, несмотря на то, что у меня была стипендия. Не хотелось сидеть на шее у стариков, они конечно были хорошие. С нами, конечно, нелегко, но и выгнать нас у них не хватило бы духу. Все-таки, какие-никакие, а внуки. Где-то в 18 у меня накопилось денег достаточно для того, чтобы снять маленькую незрачную комнатку в общаге, которую я давно уже нашел и собирался потихоньку к переезду вместе с братишкой. Дед и бабка уж больно сильно обрадовались такой новости и даже дали немного денег на первое время. Было обидно, что их реакция была именно такой. Но я тут ничего не мог поделать. Я благодарен им за то, что они такое долгое время нас опекали и ни в чем их не виню. Общежитие находилось недалеко от поселка, в котором мы жили со стариками. Там же и учились в школе и колледже, ездя каждое утро на электричке. Через пару дней уже устроились на новом месте, после чего жизнь пошла своим чередом. Брат хорошо учился и шел на золотую медаль. Я также учился. Получал стипендию и параллельно работал, как в один прекрасный день. Куратор моей группы выдвинула меня, как одного из нескольких кандидатов на практику в другом городе, которая давала возможность подзаработать и после окончания колледжа без проблем поступить в университет сразу на второй курс. С того момента началась белая полоса. Практика прошла успешно, дальнейшая учеба тоже. Я хорошо сдал диплом и также хорошо защитил. С поступлением на высшее образование тоже не было проблем. А после мог устроиться на хорошую, как ни странно, работу. По специальности. Забыл сказать, что учился я на айтишника. Но практика помогла пробиться чуть дальше в этой сфере, и меня приняли в хорошую айти-компанию, которая помогла вырваться из бедности. Примерно через 4 года я и младший переехали в новое, но все же съемное жилье. Учебу я окончил с отличием, денег хватало. Могли позволить себе немного больше, чем когда-либо. Все было прекрасно, до одного момента, с которым все снова пошло наперекосяк. Мне тогда уже было 26, а малому вот-вот должно было исполниться 19. Он возвращался с учебы домой, и какая-то сволочь сбила его на пешеходном переходе. Узнал я об этом уже тогда, когда его забрали в больницу. Врач позвонил, сказал, что требуется срочная операция. Так как пошло кровоизлияние в мозг, и брат может погибнуть, естественно, процедура требовала немалую сумму денег, которая, к счастью, у меня была. Откладывал на машину, но жизнь родного человека куда важнее. Деньги просили отдать после операции, так как ее нужно делать незамедлительно. Взяв все, что нужно, я вызвал такси и отправился к брату, ожидая окончания операции. Пока она шла, в моей голове витали самые страшные кадры. Я боялся, что брат может не выжить. Но спустя почти пять часов ко мне вышел доктор и сказал мне самые хорошие новости. Что ж, операция прошла хорошо. Ваш брат будет жить. Но, к сожалению, не сможет ходить. На ноги, конечно, можно сделать еще одну операцию. Но наши медики на это не способны. А сделать парня на всю жизнь инвалидом отнюдь не хочется. Мне стало не по себе от его слов. Но то, что брат остался жив, давало облегчение. Отдав врачу деньги за операцию и поблагодарив, я уехал домой, так как малой был еще под наркозом от операции. На следующий день приехал в больницу. Артем был уже в сознании и очень обрадовался моему приезду. «Привет, Кость, я ждал тебя!» Чуть улыбнувшись, сказал брат. «Ну, здравствуй, больной! Ты меня нехило так напугал! Как тебя вообще угораздило попасть в такую ситуацию?» Сев на кровать к брату, произнес я, ставя пакет с едой на тумбочку. Артем вздохнул и кратко описал то, что смог вспомнить. Из-за удара головой он забыл и цвет, и марку сбившего его автомобиля. Но я его не винил. Бедному парню и так здорово досталось. Поболтав с ним еще немного и убедившись, что он нормально поел, я собрался уходить. Но брат остановил меня. «Скажи, я больше никогда не смогу ходить?» Он грустным взглядом посмотрел на меня с надеждой на то, что я отвечу ему что-то хорошее. «Ох, все будет хорошо, родной! Я накоплю денег, и мы обязательно сможем поставить тебя на ноги! Ну а пока тебе придется пожить так! Не волнуйся, я тебя не брошу! Мы пройдем это вместе!» Взяв его за руку и смотря в глаза, сказал я. Он лишь тяжело вздохнул и отпустил меня со словами. «Иди домой, я немного посплю». Я попрощался и вышел из палаты. Прошел почти месяц. Из-за долгих лекарств, которые прописал врач для дальнейшего лечения, мне стало тяжело оплачивать квартиру. Поэтому пришлось перебраться в жилье попроще. Хорошо, что я это сделал до того, как брата выписали. Привыкнуть к новому состоянию было тяжело не только ему, но и мне. Он был как кукла, которая может лишь сидеть, двигать руками и головой. С учебы я пока его забрал на время, объяснив декану всю ситуацию. Через месяц он вроде как немного стал привыкать к коляске, я ухаживал за ним как мог. Совмещать это с работой было сложно, но что поделать, так нужно. Бабушка с дедушкой навещали нас периодически, а через месяц после их последнего визита нам сообщили об их смерти. Но самое интересное было то, что свой дом они завещали нам. Такого поворота мы никак не ожидали. Но были благодарны старикам за такое. С квартиры пока съезжать не планировали. Думали ездить в дом на выходные, что в скором времени и хотели сделать. Но из-за работы и возобновления учебы брата, мы затянули с этим и поехали в поселок почти через год. Вот уже лето наступило, у брата окончилась сессия, и мы наконец-то отправились в путь. Благо к тому времени, к нашему поселку уже ходили автобусы. Путь был немного дольше, чем раньше, но это было не так важно. А вот когда мы прибыли на место, то слегка подофигели от увиденного на участке. Вроде как, когда в доме и на его территории не бывает кого-то долго, то все зарастает травой и припадает грязью. Но не у нас. Во дворе было чисто и ухожено. Мусор горкой сметен около огорода. Сам же дом не обрисован баллонами и не с выбитыми стеклами. Как только мы вошли на территорию, из него вышла женщина средних лет и преградила нам путь. «Здравствуйте, молодые люди! Что вам тут нужно и кто вы такие?» Убрав руки на бока, сказала слегка плотная дамочка с длинными рыжими волосами, сплетенными в косу. «Добрый вечер! Мое имя Костя, а это мой младший брат Артем. В этом доме жили наши бабушка с дедушкой. Они завещали его нам!» Я достал из сумки папку и вытащил из нее бумаги. На дом и копию завещания. Женщина охнула. «Простите, голубчики, не признала! Все верно, проходите! Все расскажу и покажу!» Я повез брата к крыльцу и, попав в дом, стал осматриваться. За то время, что мы тут не жили, почти ничего не изменилось. Только мебель и обои стали старее. Хоть и некоторые, видно, что менялись. Валентина, так звали женщину, рассказала нам, где и что лежит. Отвела в спальне и помогла расположиться, и уже сидя за столом и ужиная, она рассказала, кто такая и почему здесь. «Видите ли, я племянница ваших старичков. Они позвали меня к себе, дабы немного помогать по хозяйству и присматривать за состоянием дома и двора». Она отпила чаю с кружки и хотела продолжить, но я перебил ее. «Простите, что перебиваю, но отчего умерли дедушка с бабушкой? Разве болезнь могла забрать сразу двоих человек?» Я с ожиданием и интересом посмотрел на Валю, как она разрешила себя называть. На лице ее появилась еле уловимая тревога, но ответ я все же получил. «Ох, Костик, если бы это была болезнь, возможно, все было бы проще и не так трагично. Их задрал кто-то на окраине поселка, у озера их нашли, точнее, их части тел. «Эксперты говорили, что это дикие звери. Не знаю, что у них там за специалисты, но могу сказать одно. Звери так не расправляются с жертвами». Валентина слегка побледнела. Я глянул на брата. У него глаза были по пять копеек, и было видно, что он в таком же шоке, что и я. Но если не зверь, то кто? Маньяк какой-то, может, завелся? Полиция не прочесывала местность? Смешной ты парень. Копы сразу с патрулями и кинологами осмотрели наш небольшой лес. И близь его, но даже следов кого-либо не нашли. Женщина чуть подвинулась ко мне и тихо продолжила. «Я вам вот что скажу. Около тридцати лет назад я, еще будучи девчонкой, приезжала к ним в гости. Тогда-то и застала одну интересную картину. Стою, значит, у порога, зайти хочу. И слышу, как в доме они с кем-то ругаются. По голосу женщина. Она просила их сохранить ее секрет. Какой именно, не помню. Но то, что они ее гнали, как собаку, помню отменно. Та угрожала расправой. А затем выбежала и скрылась где-то в чаще леса. Как позже выяснилось, она местная ведьма была. И какую-то пакость сделала им. А они стали шантажировать ее тем, что вызовут полицию и психушку. На что та якобы прокляла их и предсказала мучительную смерть. От рассказа ее стало немного забавно. Конечно же, рассматривать эту байку, как вариант гибели родных, не стал. Еще какое-то время мы болтали. Она рассказывала о семье и о молодости. Мы, о нашей жизни. Так постепенно стало темнеть. И уже ближе к десяти ночи мы разошлись по комнатам. Ночью меня разбудил странный звук за окном. Слегка поднявшись, глянул на часы. Было ровно два часа ночи. Тихо поднявшись, подошел к окну и, всмотревшись во двор, увидел такую картину. На небе луна светит. Ярко так. Двор видно почти как днем. И я заметил, что дверь в погреб открыта, и около нее кто-то копошится. Идти проверять я не стал. Думая о том, что ничего ценного там нет, и я разберусь с этим утром. Но когда я вновь глянул на то место, то никого не увидел. Так что вздохнув, ушел обратно спать. Почему-то это все меня не пугало. А зря. Утром за завтраком рассказал Вале о ночном инциденте. Она чуть было не подавилась рисом. Но потом сказала, что возможно это енот. Они иногда заглядывали, а около погреба вчера стояла корзина с купленными яблочками. Которые она забыла отнести. Но по ней было видно, что нервничает. Хоть и пытается скрыть. Мне хотелось верить в ее слова. Поэтому после еды я пошел на улицу и почему-то вздохнул с облегчением. Увидев почти пустую корзину с яблоками и огрызками от них. Взял то, что осталось и понес в погреб. Светя телефоном. Спускаясь по ступеням, мне почему-то становилось неспокойно. И хотелось поскорее уйти оттуда. Но я дошел вниз и, поставив все на пол, быстро побежал наверх, чувствуя на себе чей-то взгляд. Дверь запер на замок, дабы любопытная зверушка больше не попала туда. День прошел хорошо. Мы наведались на могилы стариков, ездили к озеру и даже немного порыбачили. А ближе к вечеру я забацал шашлычка. Валя оказалась общительной и хорошей женщиной. Но по ней было видно, что она чего-то опасается. Но вот чего, я так и не понял. Ближе ко сну я проверил дверь, которая оказалась не запертой и, закрыв ее, ушел к себе. Снова проснулся. Снова два часа ночи. Но в этот раз меня разбудили странные звуки с улицы. Было похоже на то, что кто-то пытается выбить дверь. Медленно встал и пошел к двери. Тихо. Уже в комнате, приоткрыв шторку, глянул в окно, и мурашки пробежались по моему телу. Дверь в погреб ходила ходуном. Замок звякал. Было такое чувство, что кто-то изнутри выбивает ее. Как в старых фильмах выбивали ворота с резаным деревом. На несколько минут все стихло. Затем снова удар и замок слетел. А вместе с ним и открылась дверь погреба. Я быстро закрыл штору и залез под одеяло. Не хотелось видеть, что за существо смогло выбраться из запертого на массивный замок погреба. Сперва было тихо. Я смотрел на свет в окне, и тут в нем показалась тень. Большая голова, как у кошки, было видно очертанию зубов. Тело длинное, как и ногти на лапах. Это нечто ходило по двору. Были слышны тяжелые шаги и рычания. А затем хлопок, дверь погреба и тишина. Тело дрожало. Я не мог двинуть даже мизинцем. Мне было страшно от неизвестности. Но тут всплыли запреты стариков, которые не отпускали нас поздно на улицу, и по закрутке или овощей ходили в погреб одни. Это что получается? Эти двое знали об этом существе и просто прятали? Но как и откуда оно вообще взялось у них? От нахлынувших мыслей и испуга меня вырубило. Очнулся я лишь утром, когда солнце пробивалось в окно сквозь щели в шторах. Сев на кровать и немного придя в себя, я вспомнил о ночном инциденте и был решительно настроен узнать правду. Так что переодевшись, пошел прямиком к Вале, которая как раз готовила завтрак на кухне. Зайдя туда, я прямо стал спрашивать обо всем, что видел и требовал объяснений. Женщина выключила плиту и, отложив лопатку в сторону, предложила мне сесть. Я надеялась, что ты не увидишь это и никогда не узнаешь, но придется рассказать все как есть. Ведьма, которая угрожала проклясть твою семью, наслала на них демона, который питается, как ни странно, всем, что можно съесть. Но до того момента, пока ему не попадется человек, твои старики сразу поняли, как справляться с окаянным и неплохо это делали. Только вот в один момент они попались ему сами, не смогли убежать. Вот он их и разодрал. Я его теперь подкармливаю, чем могу. Но он этой ночью вырвался из-под замка, хоть там обычно и нет его, так как на пороге ему стоят угощения. Не знаю, можно ли его изгнать, но знаю, когда закончится еда, он примется за людей. Поэтому вы должны быть тут и перенять мой пост, чтобы он не вырвался. Я уже не девочка, не смогу в случае чего спрятаться или убежать. Но ты сможешь. Прошу, я больше не могу жить в постоянном страхе. Она задрожала, а у меня в голове прокручивались мысли о том, какая же она сволочь, ради своей шкуры, готова подставить под удар нас с братом. На ее слова я ответил положительно, и на этом мы решили, что она завтра уедет. Но у меня уже был заранее подготовленный план. Во время ужина я подложил женщине снотворного в чай, и после того, как она уснула, перетащил ее кое-как за дверь дома, прямиком к погребу, а сам убежал в дом. Мне было жутко от того, что я делаю, но жить тут и знать, что в любой момент тебя может убить херня какая-то, мне не хотелось, хотя в большей степени я боялся за брата. Настал момент, когда сидя на кровати в комнате, я услышал, как открылась дверь погреба. Аккуратно выглянул в окно и увидел, как это нечто выползло и выпрямилось. Теперь я видел его во всей красе, оно было похоже на обтянутый кожей скелет, с огромной, обезображенной головой кошки. Изо рта капала слюна, а зубы были острые, как акулы. Оно кинулось на спящую жертву и стало рвать ее на куски. Кровь хлистала во все стороны, а внутренности усеивали зеленую траву. От такого зрелища у меня потемнело в глазах, и я потерял сознание. Очнулся утром и как только встал, сразу выглянул в окно. Во дворе не было ни тела, ни остатков его. Только кровь выдавала то, что произошло ночью. Пока брат спал, я мыл ее как мог. После его пробуждения сказал, что Валя уехала, и мы уезжаем тоже. Собрали все вещи, и даже не заперев дом, уехали на следующем автобусе к городу. С тех пор прошло много недель, меня мучили кошмары и видения. Казалось, что оно преследует меня во снах. Но самое интересное, что Валентину никто не искал. Видимо, местные тоже знали об их небольшом секрете. Хотя может, им просто наплевать. Не знаю. Но то, что мы больше никогда не вернемся в то место, я не сомневаюсь. Ну что ж, друзья. Вот такая вот интересная история. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. А мы с вами, как и всегда, не прощаемся, услышимся в следующей интересной истории. Не забывайте писать комментарии. Ну блин, вам ж не сложно. Эх.